Харьков. Сирены. Более чем знакомый звук для Татьяны Кочевой и ее дочери. Но на этот раз неукраинские сирены напугали Татьяну и ее семью. После вторжения России в Украину, они нашли убежище в Израиле, жили в городе Ашкелон. Но 7 октября произошли теракты, их запредельная жестокость заставили Татьяну бежать от войны во второй раз. Тогда я поняла, что мне нужно... Я хотела домой. Если, может, так нельзя говорить, если меня убьют, то хоть на родной земле, а не тут. Ее история не уникальна. Более 30 тысяч украинцев нашли убежище в Израиле и Газе после начала войны на родине. По словам президента Украины, более 4 тысяч из них уже покинули Израиль. В Киеве продолжают работать над тем, чтобы обеспечить безопасный выезд всем украинцам, находящимся в Газе. Мы продолжаем эвакуацию украинских граждан из сектора Газа. Эта работа продолжается буквально круглосуточно. Число спасенных растет практически каждый час. Уже 214 наших людей. Анна Лешко также предпочла вернуться в Киев после начала боевых действий. Я смотрела в глаза своей дочери и видела один только страх. Мы пробыли там сутки, я наблюдала за обстановкой, думала, что делать и поняла, оставаться нельзя. Это горький выбор для многих украинцев, вынужденных бежать от одной войны к другой в поисках безопасности.